Свой юбилей служители изящных искусств отметили в Доме детского творчества. Праздничная программа называлась «Очень знаково. В искусстве жить». В этот вечер зал был полон добрых друзей учреждения. Представители администрации, Смоленской атомной станции и духовенства выражали слова благодарности, желали процветания. Все они сказали много тёплых слов в адрес преподавателей. Особо отличившимся на Ниве просвещения педагогам вручили грамоты главы города. На юбилея принято дарить подарки. А творческим людям и подарки должны быть творческие. Владимир Платонов подготовил музыкальный презент. Вместе со своими воспитанниками он познакомил всех с музыкой Смоленщины. На редких старинных инструментах, которые практически невозможно встретить где-либо ещё, они исполнили необычайно красивые мелодии и песни. Свой музыкальный подарок подготовил и коллектив Дома детского творчества. В далёком 1988 году школа распахнула свои двери для юных дарований. Историю создания школы, её развития и многочисленных переездов поведали гостям необычным способом. Придумали целую сказку про древнее государство, где царство – это школа, а князья – её создатели. Не забыли упомянуть о напастях, которые обрушивались на пристанище творцов. Преодолеть сложности этому царству помогли и родители их воспитанников. Поддержка исходит от них и по сей день. Они бесконечно благодарны за развитие и духовное воспитание своих детей. У меня собственный опыт окунания в прекрасный мир искусства. Я нисколько не сомневался, когда увидел, что моему ребёнку рисовать нравится. Поэтому сразу ваше тёплое объятие вот сюда снарядил. Сами преподаватели даже не заметили, как прилетели эти 30 лет. 30 лет – это много, но на самом деле эта школа ещё юная. И преподаватели тоже молодые и душой, и сердцем, и очень много планов. Дай Бог, чтобы всё это реализовалось. Елена Рассолова отдала школе 16 лет своей жизни. Семь из них возглавляла её. Теперь она трудится в Красногорской художественной школе. Но годы, проведённые здесь, навсегда оставили след в её сердце. Сегодня, конечно, исключительное мероприятие. 30 лет со дня образования Десногорской художественной школы – это знаменательное событие и для детей, и для взрослых, ну и, конечно, для преподавателей. Десногорская художественная школа держит традиции, вернее, создала, сформировала традиции своей школы. Здесь очень много хорошего, много полезного. За годы работы Десногорская художественная школа выпустила в большую жизнь 580 художников. В честь юбилея преподаватели подготовили выставку своих работ, в которые они вложили душу. Закончился вечер небольшим фуршетом и общей фотографией на долгую память. Елена Нурматова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.